друзья приветствую всех на канале просто дима сразу хочу друзья извиниться за свой такой немножко помятый вид просто я в 4 утра приехал из польши поездочка было конечно не дай боже чем кому интересно на моем канале просто дима перезагрузка тоннального вторник или в среду выйдет видос там все подробно расскажу как что если вы хотите там поездить в польшу попытаться конечно там есть что послушать поэтому переходите на канал подписывайтесь где-то во вторник или среду будет видосик там все расскажу больше там дурдом творится но суть ребята не об этом значит я сейчас нахожусь паркхаусе знаете вы что периодически там где-то раз в месяц я снимаю обзоры наших брестских комиссионок ну и по традиции начнем новый цикл обзоров с комиссионки паркхаус которая находится у нас за дворцах то есть но это все-таки одна из самых крупных у нас комиссионок большой тут поток и там кругооборот машин вот как мне сказали ребята там процентов наверное 60 70 стоянки обновилась уже ну как бы ну продаются машины поэтому пойдем сейчас посмотрим что тут есть нового может что-то попадется интересное может интересные цены какие-то будут в общем посмотрим как обычно что есть на открытой площадке там на вот этой на закрытой площадке ну и в общем если что-то будет интересное значит более подробно будем рассказывать но это по-моему машина одного из работников стоянки по ходу она это европейка 1.6 дизель на автомате до cdti мотор парктроники неплохая комплектация в принципе несмотря на белый цвет то есть передние и задние стеклоподъемники монитор кожаный мультируль автомат вот что интересно автомат редко эти машины на автомате основном на механике поэтому если кого-то интересует по моему что-то 18 или 17 год и что-то в районе по моему 14 тысяч за нее просят вот дальше пройдемся такой вот сегодня солнечный денек может немножко будет солнце бликовать прошу прощения значит пройдемся гольф друзья это гольф 6 десятый год 357 тысяч пробег 1.6 дизель механика цена друзья 9 100 в долларах все цены буду говорить потому что ну привыкли мы в долларах да вот такой вот уже большой мониторчик клима механика кожаную руль но не мульти 5-ступенчатая механика да как его рассказал да возможно цена дороговатая есть незначительные там коцки бампер вот немножко с трещиной задней парктроники ну жучки да все таки десятый год уже как ни крути как не верти volkswagen дает гарантию 10 лет от коррозии помыватели фар есть ну как-то не пойму потресканная фара такая или как должно быть или был ударчик там где-то притертость возможно фары заполируются они пластиковые вообще гольф конечно гольф машина неплохая мне она даже больше нравится чем пассат но это не литые диски это колпаки таки но оригинальные выглядят как литые диски дальше посмотрим такой ford как у меня был 16 тоже год 115 тысяч пробег 116 1.5 дизель механика 11 200 друзья синий цвет без передних парктроников без круиза но с подлокотником шестиступенчатая механика ну комплектация такая плюс-минус как у меня тоже сзади на ручках задние парктроники задние парктроники присутствует темный цвет такой темно-синий у какой-то был там непонятно это такой прям темно-синий что называется так дальше идем супер b skoda 11 год 1.8 бензин на автомате 261 тысяча пробег и ребята 9 200 9 200 ну это можно сказать премиум от skoda понятно дсг климат двухсторонний кожа алькантара сидения электро регулировки передних сидений сзади оригинальные шторки вставки под дерево задний подлокотник вот так вот все выглядит понятно кожаный мультируль ну вот тут вот что-то такое непонятно или клей какой-то пролили что-то такое блин конечно неприятно это смотрится на алькантаре ну и вывести ее тоже я думаю будет сложно оригинальные литые диски хорошая резина michelin сабля на багажнике на крышке багажнике вот так понятно котки присутствуют большой такой европейский сарай друзья вот тоже машина которая до сих пор пользуется спросом и авторитетом audi a6 кузове c6 двухлитровый бензин мотор конечно мог бы быть и получше и одни уж он плохой но как бы два литра мне кажется слабоват для этой машины 2009 год 148 тысяч пробег с его заявленный верится с трудом конечно но все возможно 12700 долларов ребята и написано кредит от 224 долларов в месяц кредит лизинг да начали немножко там шевелиться банки какие-то начались кредиты лизинге все такое давайте посмотрим омыватели фар литые диски 16 правда ну конечно 17 бы смотрелись более красивая но небольшие из потертости резина еще может быть парктроники а 2.0 turbo ну 2.0 turbo будет повеселее конечно ну боюсь соврать наверно арка задняя крашеная возможно низы дверей крашеная вот но не утверждаю не ну так как бы еще с большего она как бы как мне кажется ровная машина по салону вроде тоже ничего такое передние задние стеклоподъемники тканевая немножко тут вот эта боковина подпертая но ничего такого серьезного механика шестиступенчатая алюминиевая точнее ну под алюминий вставки ну да 148 тысяч пробег не знаю правда или нет но говорю что вижу кожаный мультируль сзади вообще салон как новый не ну может быть до цена конечно тоже не маленькая как бы никто как говорится торг никто не отменял не ну как бы машина мне кажется принципе если вас не смущает бензиновый мотор ну как бы мне кажется можно и по крайней мере визуально как бы она выглядит неплохо дальше идем полик ребята 12 года 16 бензин механика 7200 долларов справочно еще раз повторяю все цены говорю в долларах потому что доллары нам привычнее недвижимость и и автомобили мы привыкли считать в долларах комплектация бедненькая кожаный руль ну видно шива перетянули механика сидушка продавленная ну как бы видно что он наверно даже подкрашивался где-то так вот следы то ли полировки то ли подкраски возможно конечно это пола это 80 процентов если вы историю машины не знаете то 80 процентов таких пола это ребята машины из-под такси и поэтому надо быть очень внимательным при выборе пола именно хотя машина несомненно надежная хорошая скажем так не зря от 80 процентов таксистов мотаются на таких машинах дальше идем ребята виана mercedes-benz минивэн 2004 год 320 тысяч пробег 2 и 2 я считаю один из самых надежных дизелей тоже мерседесовских самых распространенных на механике 11 900 ну давайте внешне глянем как бы да мерседесы эти такие тоже достаточно гниющие ну вот этот вот кстати не знаю либо его уже сделали комплектация тренд либо его подделывали подделывал либо скажем так просто человек его содержал в хорошем состоянии ну прям даже ребята честно вам скажу даже прицепиться особо не к чему литые диски неплохо смотрятся ну понятно сдвижная сдвижная дверь не не ребята ну возможно он облитый возможно даже целиком облитый но скажем так внешне состояние очень неплохое заглянем сейчас салон светлый салон механика philips магнитола ну как бы судя по состоянию салона сален такой светленький велюр ну как бы возможно и не сильно так его и эксплуатировали двери тут ребята с двух сторон то есть и справа и слева салон трансформер все это можно подвинуть переставить ковролин о тут смотрите какой полноценный подлокотник ох ничего себе так это столики короче это м так скажу это мультиван только от компании mercedes сзади еще два сидения то есть получается он шестиместный ну я думаю что думаю что при желании можно конечно там еще одно сидение сзади поставить откроем багажник ну да тут тоже все хорошо никакого скажем так никакой коррозии никаких признаков я не вижу ну и багажник тут тоже если сидение чуть-чуть подвинуть передвинуть конечно багажник а если достать тут вообще багажник огромный не ребята mercedes мерседес кстати тем более дизелек 2 и 2 я думаю что долго он здесь не простоит потому что ну все очень хорошо выглядит ковролинчик подлокотники все чистенькое все целенькое как бы ну мне нравится то есть в принципе если вы ищете такого виана то вполне мне кажется экземпляр заслуживает ну единственное что рукоятка что-то какая-то раздолбанная или она уже не оригинальная какими-то шурупами там она развалилась в общем и шурупами прикрутили то есть но я думаю что ручку это поменять не проблема электростеклоподъемники не ребята виана ну может она блитый свежий конечно но в целом как бы 11900 большой минивэн для семьи для каких-то дальних подъездок мне кажется машина очень неплохая так что кого кто ищет такую машину приезжайте смотрите вот тоже смотрю свежий из Европы ребята это у нас Opel Combo Life 18-го года 181000 пробег 1.5 дизель на механике и цена 16400 16400 белый цвет видно что да свежие еще транзитные номера майские германские немецкие 1.5 дизель как я говорил дизель механика 1.5 очень похоже на пижовский переключатель руля переключатель скоростей то есть возможно это все таки пижовский двигатель 1.5 потому что Opel свой 1.6 тоже тут сдвижные двери справа и слева то есть как в минивэне такая вот интересная торпеда монитор вот то есть где-то для семьи для семьи для каких-то там поездок даже для какого-то малого бизнеса почему нет полочка задняя все присутствует ну и багажник конечно огромный ну и как бы две двери такие которые можно и вправо и влево открыть распашные это неплохо не ну как бы прикольный тем более дизелек он такой высокий такой даже вот посмотреть он даже как бы как минивэнчик такой выглядит да шестнадцать четыреста восемнадцатый год ну и вот такого же плана стоит Мерседес Мерседес Ситан ну это я так понимаю тот же Кангу только Мерседес тринадцатого года тоже 1.5 дизель тут наверное Рено стоит дизель 14 тысяч долларов 189 тысяч пробег тоже белый цвет но по-моему он был в прошлый раз то есть не буду я сильно на нем останавливаться был он с прошлого раза наверное еще тут примерно похоже как бы компоновка как и в Opel но как бы тут уже нет мультируля немножко консоль другая вот ну тоже двери сдвижные передние задние стеклоподъемники но чисто так чисто визуально кажется что все таки Мерседес немножко поменьше Opel хотя может я конечно и ошибаюсь так как бы может они и одинаковые так вот ребята есть еще Ford S-Max семнадцатого года 231 тысяча пробег дизельный двухлитровый мотор на автомате друзья девятнадцать семьсот девятнадцать семьсот красивый такой большой черный минивэн можно сказать с варкопом неплохо кстати смотрится смотрю что есть уже бесключевой доступ салон черный тканевый мультируль круиз большой вот такой вот монитор автомат задние каркасные шторки что я вижу ну салон тоже трансформер но ну как бы неплохо так выглядит ребята неплохо и тем более на автомате кто любит автомат передние задние парктроники наверное камеры заднего вида LED оптика в принципе неплохая комплектация ну цена конечно цена не очень демократичная то есть девятнадцать семьсот сложно сказать мне кажется так плюс минус наверное шестнадцать он должен стоить ну пятнадцать шестнадцать вот кстати предыдущее поколение S-Max это только бензиновый двухлитровый и на автомате четырнадцать триста за двенадцатый год да конечно кушать он будет только в путь ну бензинчик я имею ввиду ну хотя как бы так визуально вроде бы тоже ничего передние задние стеклоподъемники мультируль кожа автомат кожа кстати в хорошем состоянии неплохо выглядит тонированные задние стекла салон трансформер огромный огроменный я бы сказал багажник но без фаркопа ну что-то такое похожее в конфискате кстати стоит только там бензиновый вот четырнадцать триста еще раз повторяю за двенадцатый год ну и ребята наш любимый шран в рестайлинге 2000 год 285 тысяч пробег 1,9 дизель механика 5,950 ребята 5,950 литые диски жучки на капоте небольшие на крылышках тоже тут что-то видимо шпаклевочка на арочках задних на ручке вокруг ручки на задней двери ну и вот здесь вот такая некрасивая такая вот ситуация вот видите миллиметра три шпаклевки тут вот такая полоса ну это может и заполируется но вот на арке там надо уже что-то химичить цвет такой синий металлик посмотрим что там в салоне передние задние стеклоподъемники ну вот судя по вот этим конечно вытертым панелям понятно что пробег уже тут достаточный ну и также вот сидушка видите как она уже протерлась до металла хотя как бы ну когда он был новый конечно комплектуха была хорошая клима большой монитор круиз подлокотники кожа алькантара салон комбинированный ну что тут говорить шароны любят у нас вот дальше идем Citroen друзья Citroen C5 2008 год 242 тысяч пробег 2.7 дизель ничего себе на автомате то есть дизель обычно у них двухлитровый 1.6 а это 2.7 может от какого-то минивена там не знаю если вы знаете напишите мне в комментариях противотуманки хром пакет от какой модели тут стоит двигатель 1.7 даже смотрите есть память сидений передний задний стеклоподъемник а ну руль тут вот такой вот который вращается центральная консоль стоит на месте а руль вращается вокруг нее фишка это Citroen двухсторонний климат двухзонный автомат подлокотник кожа ткань салон вот мониторчик интересный руль такой с металлическими вставками оригинальные шторки ну да комплектация хорошая друзья комплектация неплохая я бы даже сказал ну кузов это седан да вот небольшие есть вопросики по задним аркам блин как вот интересно линия заднего стекла то есть оно вдавленное туда конечно я думаю блин ну а да видите эксклюзив версия я думаю что если со стеклом этим задним что-то случится конечно стоит оно будет неплохо пару денежек красивые кстати литые диски какие то наверное 18 до 18 на Michelin резине ну прикольный Citroen было бы неплохо ну вот не знаю где то заглушки от бампера нету есть она нету и на капоте что-то такое или это грязь не какие то точки или или где то с чего то летела попадала короче отмоется не отмоется не знаю 10 300 не помню сказал или нет 10 300 2008 год 2.7 дизель автомат не ну комплектуха такая редкая достаточно люк есть парктроники прикольная тачка блин надо наверное ускоряться потому что машин много супер только поколением постарше 2005 год 2.5 дизель автомат 5800 друзья 5800 литые диски капот как будто градом побило да весь такой видите в точках ну какой то он матовый тоже как его подкрашивали автомат кожаный мультируль передние задние стеклоподъемники велюровый салон ну да весь какой то он матовый тут тоже побито да походу под град где то попал он тут вот немножко подмазано на арках тут как то так красили блин похабно что молдинги не за скажем так не за ну вообще блин ну посмотрите ну как так может ребята ну я не знаю чья это машина кто ее готовил неужели было тяжело заклеить молдинги лента этой малярной ясно короче 5800 какие бабки такие и тапки аудюха ребята а4 2005 год 268 тысяч пробег 1.8 бензин механика 6500 6500 за аудюшку это уже какой большинство я так понимаю это кузов механика тканевый салон руль обычный не мульти но кожаный передние только стеклоподъемники салончик такой достаточно пыльный ну вот это только ааа все АБТ вспомнил она была она была в прошлый раз с обвесом АБТ не знаю оригинальный не оригинальный короче все когда этот обвес увидел я ее вспомнил то есть с прошлого моего видоса она до сих пор стоит Passat B5 Plus 1.9 дизель на автомате 320 тысяч пробег 5800 друзья 5800 кто-то кстати спрашивал у меня про именно вот такой Passat B5 Plus именно на автомате ну как бы неплохо что это 1.9 на автомате оригинальные литые диски ну немножко там по бамперу что-то выскакивает мухобойка которую я не перевариваю жучки коцки на бамперах DDI тут такая вот глубокая царапина арка матовая такая возможно шпаклевочка вот ну так состояние скажем так на троечку ну может на четверочку максимум передние задние электростеклоподъемники велюровый салон кожаный мультируль мультируль вытертый климат мультимедиа старая кассетная подлокотник автомат там что-то подломаны кнопки карты дверные надо переклеивать ну ребята годы годы что сказать какая бы хорошая машина не была как тот же Passat годы берут свое дальше идем ох на каких красивезных смотрите дисков а-ля bronx американцы любят такие диски H6 кузовец и 5 2.4 бензин автомат 98 год 362 тысяч пробег зеленый цвет тут что-то фара что-то выскочила бампер тоже передний как-то так а ну да бампер такое ощущение что не на месте видите зазор такой тут что-то тоже или может снимали ну как бы у них передняя часть это же вы знаете быстросъемная для того чтобы доступ к мотору поиметь надо снять передний бампер оптику жуки на крыльях передних это уже норма можно сказать для c5 кузова о так смотрите какой тут кожаный салон передние задние стеклоподъемники деревянные ставки подлокотник кожа ну кожа уже местами полопалась потрескалась возможно как-то ее немножко подновить удастся отсутствуют вот эти спепельницы верхние крышки была у меня с таким же мотором ауди только на механике тоже кстати такого же точно цвета но в универсале универсале честно скажу мне машина нравится больше в седании как-то ну не знаю каждому свое но мне больше нравился универсал диски прикольные но на мой взгляд с этой машиной они не очень гармонируют ну если у вас другое мнение напишите мне в комментариях соответствует она или нет ну диски я имею соответствует этой машине или нет так еще одна ауди а4 но написано резерв резерв то есть грубо говоря люди думают либо берут кредит либо думают но все равно посмотрим интересный такой синеватый салон тоже автомат 208 тысяч пробег двухзонный климат литые диски а4 двухлитровая двухлитровая с парктрониками ну еще там более-менее вот тут вот что-то на крыле да где-то цепанули что-то задели еще один пасек только это уже B5 1.6 бензин на механике друзья 97 год 356 тысяч пробег 4000 долларов цена хорошая конечно ну более-менее но не за бензиновый пассат тем более в кузове седан был бы он дизельный универсал я думаю что за 4000 ушел бы он быстро тут вот что-то вот так вот как-то не очень это все красиво не будем трогать чтобы не сломать ну да походу он облитый есть какие-то дефлекторы колпаки кстати от ауди ну подумаешь разница ну такое такое хотя так в целом он ровный вот друзья BMW E39 525D 2003 год 470 тысяч пробег 2.5 дизель автомат 6300 долларов несмотря на годы до сих пор пользуюсь авторитетом эта модель у фанатов BMW и так далее ну конечно знаем мы их болячки больные места это пороги поддомкратники низы дверей задняя крышка тоже страдает вот отсутствует задний дворник парктроники на бампере сколы литые диски ну вроде не знаю вроде оригинальные заглушки оригинал или нет сложно сказать салон ну салон сами видите водительское сидение что с ним левая боковая поддержка автомат кожаный мультируль уже с большим монитором мультимедиа климат ну салончик плюс-минус стандартный друзья 6300 долларов 2.5 дизель на автомате нету парктроника одного так что тут давайте посмотрим вот этот аутлендер 2013 год 2.0 бензин автомат 175 тысяч пробег 15 300 ребята 15 300 вот лендер хороший надежный паркетник японский ну как то немножко бампер не на месте такое ощущение вот сразу чувствуется вот японец ну дверь допустим даже сравнить с бмв с ауди ну наверное раза в два легче простяцкий такой руль на три спицы так вроде симпатичный но вот не хватает все таки регулировок вот такая вот коробка полный привод подключаемый подогревы подогревы сидений вот такая вот мультимедиа подлокотник черный салон тканевый ну понятно что у японцев салончики конечно простенькие хотя крепкие держатся неплохо задний ряд сидений с подлокотником мне интересно не было у меня опыта эксплуатации такого от ландера ой блин ну багажник конечно огроменный друзья не знаю почему нету задней полки но багажник просто как у как у универсала ну и не хватает литых дисков конечно на колпаках резина правда хорошая шипованная даже очень хорошая не знаю ну возможно из России машина в России любят шипы и вот такие вот внедорожные шины можно даже сказать в целом модель очень хорошая надежная дальше идем BMW E36 1.8 бензин механика 1994 год 350 тысяч пробег ну ну написано 350 тысяч 2600 долларов ребята вот вам за 2 500 за 2 600 тачка ну есть элементы тюнинга реснички литые диски оригинальные может не самые красивые но они есть резина белшина не хватает кое-каких молдингов ручка с разборки не так даже не стерли маркер тут что-то дверные карты обперетягивали но уже они отходят руль кстати обтянутый кожей ну вот так вот под разбито там все кнопка стеклоподъемников пионер да да конечно повидала она уже повидала ну машина ребята старенькая само собой в идеале ее сложно будет найти а если и найдете да вот болезнь вот эти вот накладки на ручки у них а если и найдете само собой за хорошее состояние надо будет хорошо заплатить дальше xara picasso двухлитровый дизель 2002 год почти 600 тысяч пробег 3500 долларов вопросы по крыльям по порогам ну и сама она походу вся облитая тут тоже тут что-то какой-то герметик силикон не знаю зачем это сделано по салону механика руль ну как бы кожа но это так просто накладка велюровый салон трансформер ну стандартная комплектация в принципе видно что он или целиком или частично подкрашивался 3500 долларов так что тут у нас рено меган 3100 долларов в 99-й год 1.6 бензин механика друзья 265 тысяч пробег вот так вот выглядит это дорестайлинг еще ну вот так закрыта машина машина как машина и что тут у нас еще есть о вся мерочка ничего себе 98-й год 37 тысяч пробег 1.6 бензин на механике само собой 2200 долларов друзья вот вам и классика советская или рус 98-й это уже русская лада тюнинг блин ну да по салону надо сказать она еще неплохая эх с характерным таким звуком открываются закрывают ну это наверное мовиль вот эти черные полосы это наши дедушки любили так делать на зиму мовилить фаркоп хороший ну такое где жучки уже вылазят вот вокруг лючка ну она промовилиная друзья ну вот что то есть все таки вот в старых вот этих вот угловатых формах что то есть ну а сейчас сами знаете такая ситуация в России что возможно еще и автоваз вернется к выпуску вот этих машин как бы еще может быть старую классику возродят так еще одна ксара пикассо только это уже бензин 1.8 на механике 319 тысяч пробег 2002 год 3500 долларов черный цвет ой 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 вот так вот все выглядит достаточно печально что в салоне дверь болтается салон тут тоже это не знает ли перетянута передняя консоль как то так не бьет немножко цвет не бьет может подушка срабатывала решили так закамуфлировать да конечно состояние прямо скажем тем более тут еще смотрите тут такая по всей полосе протянули не знаю как это крыло не отвалилось ну ценник конечно и это 3500 и это 3500 не знаю ну как бы тут половина даже не больше основная масса машин тут на комиссии поэтому как бы это не всегда даже это вопросы автокомиссионки то есть грубо говоря человек приходит хочу вот столько ну хорошо столько значит поставим за столько так опель астрокараван 1.7 дизель механика 2000 год почти 500 тысяч пробег тоже 3500 короче тут все по 3500 3500 3500 3500 тот сколько а то 3400 опель такой же ну тут что то с бампером там видимо хотели его подготовить к покраске ну что то люди подготовить подготовили но не покрасили ну тут вот так вот это беда стандартная опелей с кнопками механика велюровый салон вот фаркоп ну 1.7 это по моему турбодизель это японский этот Isuzu проблемы по арке литье ну так такое еще один опель белый белый тоже 1.7 дизель тоже механика тут уже под 600 тысяч пробег но 2001 год 3400 чуть дешевле но белый цвет тоже бампер что то тут вот смотрите капот что то скажем так не стоит он на месте ну тут состояние плюс-минус похоже как и в том вот так вот выглядит обшивки сидений белый цвет тут уже фаркопа нету ну сзади арка чуть лучше фокс ну он по ходу что он обливался вот ребята смотрите какая прикольная тачка нифига себе СМАРТ фо ю форфор какой-то форфур 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 изиний Если неправильно Редкая достаточно машина 2004 год, 228 тысяч пробег Объем 1.1 3800 долларов, друзья Передний привод, вот такая вот оригинальная Внешность Морда, не знаю, вот это бампер или это нету Элемента, или это так и должно быть Ну не знаю, редкая Очень машина у нас, возможно Так и должно быть, а возможно что-то не хватает Какая-то Версия Пульс Ну внутри тут в салоне тоже Все достаточно футуристично Механика Вот это вот, не знаю Вот это бывшая форточка вообще не оригинальная Какая-то как Из оргстекла Ну кстати место есть в салоне Но ручные стеклоподъемники Форфор 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 Нету заднего дворника Ну и багажника практически нету То есть только при сложенном сидении Можно туда что-то положить Ну такой шустрый городской автомобиль Странно, что и здесь тоже Не знаю, или выбивали И вот тут вот, что вы видите Как интересно Так все пластиковое И ручка пластиковая И вот эта накладка пластиковая Ну тут кто-то поигрался С камешком или с чем-то Возможно дети Было у меня что-то похожее Когда дочка у меня маленькая была Ну она решила просто камешком По машинке поводить Ну господи, ну что, ребенок 3800 еще раз повторяю Дальше идем Затягивается уже видео, ребята Извините, но очень много машин 2001 год Рено Клио 1.5 дизель На механике 2700 долларов Вот такой вот Маленький Экономичный Городской автомобильчик Трехдверный хэтчбэк Вот такая огромная дверь Механика Ну стандарты 1.5 дизель Тканевый салон Ну такая чисто девчачья Машинка Где-то там загрузить детенка какого-то Пару сумок В супермаркет Вот Ну так вроде бы По кузову еще более-менее Не сказать, что там где-то Ржавый Вот 2700 долларов Еще один малюх Только это уже Фиат Итальянец 2.800 2.800 2002 год 1.2 бензин Механика Пунтик Короче Пунтик С мухобойкой Такой На весь капот Был у меня такой пунтик Если вы помните Только был у меня 1.9 дизель Неплохая, ребята Машина Если вам надо Маленький городской Поджопник Всем рекомендую Несмотря на то, что Машина маленькая Снаружи Я вам так скажу Внутри, спереди Места очень много Даже с ростом Там 180 190 И выше Вы туда влезете Без проблем Ну, тут что-то с бампером Зазор Так Опель Опель Астро 2011 год 1.3 дизель 126 тысяч Всего пробег Заявленный Механика 9 350 долларов Это тоже хатчбек Пятидверный Не универсал Обычно они В универсалах Ну, по кузову Как бы вроде Ничего Такой даже Надо сказать Ровненький Не вижу я там Каких-то жучков Элементов Крашеных Вот такая вот Панель Руль как-то Очень сильно Потрескался Он не кожаный Такая Обычная резина Сидение в чехлах Ну, ребята На 126 тысяч Пробег, конечно Не очень тянет Судя по рулю Хотя Качество материала Сейчас такое, друзья Что, в принципе Все может быть Поэтому Ничего вам не могу сказать Надо все смотреть Все диагностировать Обычные Стальные диски Ну, так Может быть Ну, цена, конечно Цена кусается Дальше идем Что вот это за машина Такая Кия Церата Двухдверная Нифига себе Я такой ни разу Не видел, если честно 73 тысячи Пробег 12-й год Объем 2-х литровый Механика 12400 Ну, это какой-то Прям тюнинг Видите Какой-то Тюнингованный Бампер Вот это Мне не очень нравится Что-то Вылазит Эта резинка Сверху Стекла Ну, оригинальная Внешность Конечно Смотрите Как Смотрится То есть Купе Купе От Кия Церата Но она как-то По-другому Называется Сейчас Сзади написано А, Церата Коуп Спойлер Какой Сзади Смотрите Видите Безрамочные Стекла Ну, двери Точнее Вот так вот Выглядит Центральная Консоль 6-ти ступенчатая Механика Да 73 тысячи Всего Пробег Тканевый Салон Ну, такой Даже Я бы сказал Что-то Велюр Или Подалькантару Что-то Ну, тут Видимо Перешито Потому что Тут кожа А там Ткань То есть Ткань Вот, видимо Вот такая Должна быть Ну, и странно Обычно Должим стекол Есть Как бы В таких Машинах Тут Нет Ну, не знаю Конечно Что-то такое Двойственное Какое-то Вроде как Интересная Машина Но в то же время Что-то Фиг его знали Какое-то Непонятное Что-то У меня По крайней мере Оригинальные Литые диски Да Из толпы Она, конечно Выделяться Будет За счет Своего Внешнего вида Понятно Что какой-нибудь Молодой человек Скорее всего Ее Скорее всего Ее приобретет Ну, там Какие-то Засетка Если вам видно Там какие-то Сигналы Какие-то Такие Неоригинальные Какие-то Дополнительные По факту Короче Будет делать 12400 Друзья Так Ну, и вот Что у нас Тут осталось Значит Что у нас Это вот В резерве 1.8 Турбо Квадровая А4 Мандюк 1.8 Бензин Полторы тысячи долларов Друзья 1993 год Механика Пятидверный Хэтчбэк Или Лифтбэк Лак Пошел На капоте Тут старичок Одним Словом Вот такой вот Французский Малюк Ситроен Сахо Или Саксо 1.4 Бензин 300 тысяч Пробег 1999 год 2000 долларов Друзья Интересная машина Своеобразная Такой маленький Как бы Маленький Французик На механике Старая магнитолка Велюр Ну Салончик Такой Немножко Уже Повидал Что называется Так Это что у нас Лансер Ребята 2006 года 108 тысяч Пробег На Пропанбутане То есть На газу 1.6 Механика 2900 долларов Капот Под покраску Под реставрацию То же самое На крыле На порогах Кое-где Ссадины Коцки По салону Вроде ничего Такое Переднее Задние стеклоподъемники Обычный руль Не мульти Магнитола Ну салон еще так Плюс-минус Почистить Помыть Нормально Ну и место Как бы Достаточно Просторная машина Вот заливная Газовая горловина Здесь Ситуация Похожая По низам По аркам По дверям Крылья Ну да Кузов Кузов пострадал Конечно Но в целом Машина хорошая Конечно Абсолютно Надежная Ненапряжная Тем более С мотором 1.6 Фокус Ребята Бензиновый Двухлитровый На механике 2000 года Трехдверный Хэтчбэк 1950 долларов Наверное Американец Так понимаю Вот капот Видимо При помощи Веревочки Открывается Заглянем Ой-ой-ой Что-то тут Так некрасиво Как-то Что-то заживало Кожаный На немультируль Стандартная Комплектация Вот тут Что-то По порогам Там Какие-то Накладки Непонятно По аркам А может И европеец Не Ну судя по Бамперу Такому Широкому Наверное Все-таки Америкашка Да Здесь Тоже Вот так Вот По Задним Аркам По Порогам Ну Такое Так Вот эту Вольву По-моему Я помню Прошлого Раза С90 Совминовский Вариант 1.9 Ой 2.9 На автомате Друзья 89 тысяч Пробег Да Машина Естин сомневно Хорошая Надежная Но уже Потрепало Ее Время Что называется Арки Пороги Салон Конечно Раньше Он был Богатый Конечно Но На данный Момент Смотрится Конечно Страшно Вот Такое Вот На задних Арках Ну Возможно Конечно И найдется Желающий Ее купить Но Не за такую Цену Друзья Вот этот Фиат По-моему Тоже Был Фиат Брава 98 Год 1.4 Механика 1500 Долларов 300 300 Пробег Гольф Этот По-моему Я тоже Помню Да Он Бензиновый 1.8 На механике Гольф 3 2.850 Белый цвет Есть В предыдущем Видео По-моему Эльмера Это тоже Было 1700 Долларов 1.8 Бензин на механике А вот стояла Еще по-моему Рядом Дизельная Сняли Эльмера Видите Дизельной Нету Так Пежо Друзья 306 97 Год 4.300 1.8 На пропан Бутане Универсал 2.400 Долларов Ну так С виду Могу сказать Вроде Еще и целый Фаркоп Есть Что-то Какая-то Беда Со стеклом Или оно Заклинило Или стеклоподъемник Возможно Обливалась Машина Ну так В целом Как бы Еще Хоть Какой-то Вид Есть Так Что тут Еще У нас Альфа 147 Трехдверная 2900 Долларов 1.6 Бензин 2001 Год 230 Пробег Диски Красивые Оригинальные Альфовские Салон Велюр Кожаный Руль Механика Ну Фирменные Колодцы Альфовские Трехдверный Хэтчбек И Мондео Друзья Мондео В универсале На механике Дизельный Двухлитровый 2001 Год 4300 Долларов Друзья Литые Диски Немножко Там Противотуманки Как-то Не хватает Вам Задние Губы Вот так Выглядит Панель Черный Тканевый Салон Стандартный Фордовский Цвет Так Ну и что Осталось Вот этот Ряд У дороги И Пойдем Вкрытую Площадку Друзья Что тут Это у нас А К5 2009 год Двухлитровый Дизель 327 тысяч Пробег 16300 На автомате Ну Шильдочка S-Line Не знаю Просто это Шильдочка Или действительно Полный Привод Кватро Само собой Красивые Очень литые Диски Резина Ну Резина Так На сезончик Передние Задние Стеклоподъемники Алюминиевые Вставки Салон Комбинированный Ткань Кожа Автомат 327 тысяч Пробег Ну Как бы Подлокотник Ну Даже Несмотря На такой Пробег В принципе Еще машина Смотрится Неплохо И в салоне И снаружи Ну Понятно Задний ряд Еще в более Лучшем состоянии Ну И 0TDI Кватро Ну Так В целом Вроде бы Ничего По крайней мере Черный цвет На нем Так все Видно Явно То есть Более Менее Дальше Идем Mitsubishi ASX 2012 год 2210 тысяч Пробег 1.6 Бензин На механике 10 990 Ну Это так Outlander На минималках Скажем так Тоже Подвышенный Немножко На капоте Тут А не Это грязь Грязь Что тут По салону Передняя Задняя Стеклоподъемники Кожаные Руль Но не Мульти Механика Крутилочки И 211 тысяч Пробег Салон Ткань Ну Целый Так Немножко Потертый Да Салоны У японцев Простенькие Конечно Ничего не скажешь Но крепкие Еще раз повторюсь Надежные А что кстати С багажником Посмотрим Ну Есть багажник Не сказать Что прям Он такой огромный Как в Outlander Но Как бы Багажник есть В принципе Как Подвышенный Такой Хэтчбэк Подвышенный Хэтчбэк Ну Там Незначительные Там Жучочки Уже Присутствуют Интересная Морда Такая Агрессивная Ну Вот еще В принципе Похожего Класса Машина Тягуан Друзья Одиннадцатый Год Одиннадцатый Бензин На механике Одиннадцать Двести Двести Двадцать Двадцать Девять Тысяч Пробег Белый Цвет Что Я вижу Передние Задние Стеклоподъемники Тканевый Салон Подлокотник Шестиступенчатая Механика Да Двадцать 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 Пробег Мультимедиа Такая Староватая Уже Конечно Не Ну Так Еще Ребята По салону Ничего Может Даже И оригинальный Пробег Места Как бы Хватает В этой Машине Ну Да Ваг Конечно Ваг У нас Любят Багажник Запасочка Докаточка Не Ну Вот Что Мне Нравится Ваг Конечно Все Продумано Просчитано Конечно Молодцы В этом Плане Немцы Оригинальные Литые Диски Еще Более Менее Резина Ну Как бы Может Быть В принципе Ну Если Вас Не Смущает Конечно 1.4 1.4 Мотор Мока Ребята 1.8 Бензин Механика Опель 2003 год 207 тысяч Пробег 11 тысяч 300 Долларов Тоже Паркетник Мне кажется Такое Больше Женская Машина Это тоже Бьюи Конкор Или как Он Называется Обычный Пластиковый Руль Подлокотник Механика 207 тысяч Пробег Ну Тут Все Стиле Опеля Задняя Двери Заблокированы Тоже Мне кажется Больше Женская Машина Так Вот Вариант Для Девочки Вот Ребята Какой Интересный Автомобиль Subaru Forester 2009 Года 2.5 Бензин На Автомате 205 Тысяч Пробег 10 200 10 200 Никогда Не было У меня Subaru Ну Конечно Желание Было Покататься Но Как-то Вот Не сложилось Друзья Не сложилось Хотя Конечно Есть У этой Марки Фанаты Которые Исключительно Предпочитают Только Subaru Но Это Америкашка Америкашка Комплектация Стандартная Подлокотник Тканевый Салон Машина Несомненно Хорошая Полный Привод То есть Если вы Где-то Живете Деревня За городом Конечно Полный Привод Постоянный Особенно Зимой Не помешает Ну и Клиренс Посмотрите Клиренс Как у Infinity Infinity Кстати 3.5 Бензин FX 35 2006 Год 262 Тысячи Пробег 8200 Долларов Гламурный Такой Апельсиновый Цвет Вряд ли Он Конечно Оригинальный Но Хотя Почему Нет Все Может быть Черные Ручки Ой Ну да Салон Конечно На любителя Прямо скажем Вот эти Под Карбон Ну не знаю Это или Тюнинг Или так Было То есть Видите С оранжевыми Вставками Сидушки Электрические Кстати А ну Смотрите Есть Определенные Повреждения По бамперу По задней части Заломы Трещины Ну да Немножко Где-то Притерли Его Ну и Цена Соответствующая 8200 И вот Еще один Кстати Финик Только Это уже FX 37 2010 Года 37 Бензин На автомате 16200 По моему Он был Да Помню Вот Он Такой Красивый Шоколадного Цвета Салон Обалденные Просто Диски Ребята Блин 21 Дюйм Охренеть Можно Да Вот видите Такие Вот прям Лакированные Как на пианино Или на рояле Вставки Красивый Салон Кожаный Мультируль Видите Такого Шоколадно Шоколадного Шоколадного Цвета Сидушки Да Неплохая Машина Не знаю Возможно Конечно Я бы себе Не купил Но так Поездить Чисто Где-то Попантоваться Можно Почему Нет Все Друзья Осмотрели Мы Извиняюсь Немножко Затягивается Видос Но Уже Очень Много Машин Пойдем Сейчас Под навес Посмотрим Что там Еще Есть То есть Вы уж Извините Что Видео Немножко Затягивается Друзья Я уже Здесь В крытом Ангаре Посмотрим Что тут Есть Опель Астра 2017 Год Это Она Была Я ее Помню Литровый Бензин На Механике 11 Друзья 500 11 500 Белый Цвет Неплохое У нее Состояние Комплектация Неплохая Единственное Что этот Трехцилиндровый По моему Трехцилиндровый Бензиновый Мотор Но в целом Нормальный Агрегат И цена Не кусается А вот Ребята Смотрите X5M X5M Какой это Год Наверное 3.5 Дизель Подножка Подсветка Performance Или Performance Тоже Такой Кожаный Коричневый Салон Тут все Дорого Богато В BMW Стиле BMW Стиле Панель Прибора Тоже Американка Ребята Из Америки Машина Что-то Не открываются Что-то Задние двери Значит 2014 год 36500 долларов Друзья За вот этот Кусок счастья Видите Камера даже есть Спереди Ну так Плюс-минус Вроде Выглядит Неплохо Ну понятно Что BMW Надо прогонять Конечно Через сервис Дальше Идем Кашкай Ребята Кашкай Бензиновый На автомате Двухлитровый 2014 года До 100 тысяч Пробег То есть 88 тысяч И цена Ребята 16900 Черный цвет Неплохо Выглядит Ну возможно Эта машина И была Может На улице Только Она раньше Стояла Светлый Такой Салон Комбинированный Кожа Алькантара Красивые Диски Да Боюсь Ошибиться Но по-моему Он был Ренегейт Этот Джип Ренегейт Был 2017 год 1.4 Бензин Автомат 18700 Броневик Для штурма Лесов И озер Написано Ну прикольная Тачка Интересный Салон Такой Своеобразный О Ребята Брычка Главное Чтобы Не пришлось Рано или поздно Всем на вот Такую технику Пересаживаться Сейчас Сами понимаете Все возможно Вот ребята Смотрите Citroen C4 Citroen C4 Пятидверный Хэтчбэк Какой-то год 16 Год 1.2 Бензин На механике Понятно Передний Привод 9600 Красивый Очень Цвет Нравится Мне Вы уже Поняли Наверное Нравится Мне Всякие Вариации Красных Цветов Бордовый И так далее Руль Кожаный Мульти Но Немножко Кожа Подертая 202 Тысячи Пробег Темный Салон Механика Ну так Гольф Гольф Класс Французский Посмотрим Что там С багажником Багажник Есть Багажник Есть Плюс Минус Как в Гольфе А может Даже Чуть Типа Больше Ну Кстати Неплохо Ребята Неплохо Он смотрится Да и Цена Как бы Меньше Десяти тысяч За шестнадцатый Год Тоже Мне кажется Неплохая Цена Наверное LED Оптика Уже Дальше Идем Это тоже Что-то Свежее Из Европы 3008 Peugeot Восемнадцатый Год 1.5 Дизель 192 тысячи Пробег На механике 19700 То есть Без малого 20 тысяч Долларов Да Свежее Видно Майская Машина Из Германии Пригнана 1.5 Этот мотор Он получается Проходной По таможне Ну Это Такой Типа Паркетник Французский Французский Паркетник LED Тут уже Оптика Спереди Сзади Оригинальные Литые Диски Хорошая Очень Резина Прикольная Прикольная Внешний вид и цвет Красивый Такой Непонятно Непонятно То ли коричневый То ли Золотистый О Ребята Тут вообще Все Футуристично Смотрите Какой Руль Как у Космического Корабля Такой Сверху Скошенный Снизу Скошенный На две Спицы Тут Надпись Peugeot Multi Интересный Переключатель Скоростей Тут Клавиши Клавиши Как на Пианино Прикольно Выглядит Монитор Ну и Центральный Дисплей Уже Такой Полностью Электрический Раздвоенный Как в BMW Подлокотник Интересные Такие Дверные Карты Ну и Как бы Такое Комбинированное Такое Сидение Там Куча Всяких Материалов То есть Смотрите То есть Раз Материал Два Материал Три Материал Еще И Оранжевая Строчка В цвет Кузова Прикольно А что С багажником Ну Есть багажник Конечно Огромным Его не назовешь Ниша Там Правда Ни запаски Ничего Нет Ну Он Подвышенный С высоким Клиренсом То есть Интересная Машина Моторчик Наверное 1.5 Это Аля Как в Форде У меня Стоял Из Европы Еще раз Подчеркиваю Машина 19700 Так Ну и вот Этот вот Infiniti QX30 Был он В прошлый раз 2017 год 117 тысяч Пробег Двухлитровый Турбобензин На автомате 22700 Красивый Очень тоже Цвет Такой Там Розовый То ли Перламутр То ли Перламутр Красивые Диски И Красивый Очень Салон Помню Я его Да Вот такой Вот Светлый Вот так Вот Все Тут Выглядит Бежевый Салон Конечно Обалденно Смотрится Ухаживать Конечно За ним Друзья Не приведи Господь Вот Кстати Тоже Интересно Посмотреть Багажник Багажник Ну Есть Багажник Не Шибко Огромный Конечно Но Есть Оригинальные Литые Диски Прикольная Тачка Тоже Так С элементами Скажем Так Что-то От Внедорожника С пластиковым Обвесом С увеличенным Клиренс Ну Как бы Инфинити Все-таки 22700 Ну Ребята И крайне Автомобиль На сегодня Это у нас Рено Клио Притом Бензиновый Еще и С газом Друзья С Пропаном Бутаном На Механике 2018 Год 12000 Долларов Тоже Бордовый Металлик На Колпаках Ну И Что Примечательно Друзья Это Не Универсал Обычно Они в универсалах Нет Это Хэтчбэк Пятидверный Есть Небольшие Коцки На бампере Оббиты Немножко Кромки На дверях Передние Только Электростеклоподъемники Руль Кожаный Мульти 161000 Пробег Ну Тут Дальше Все Стандартно В принципе Ручка Вот эта Интересно Спрятана Сверху Да Городская Городская Малолитражка Незначительные Коцки Присутствуют Все таки Как ни крути Книверти Машина Не новая То есть 12000 долларов За 2018 Год Я так понимаю Что это тоже Свежая машина Из Европы Все дорогие друзья Вот такой вот Был обзор Извините Что возможно Затянулся Он по времени Ну Как говорится Машин много Много нового Поэтому Захотелось Вам все показать На этом Я с вами Прощаюсь Осмотр Комиссионок Продолжается С вами был Просто Дима И Всем Большой респект Друзья Пока Пока Продолжается Продолжается